Лактоза Перед тем, как приступить к разговору о непереносимости лактозы, хотелось бы несколько слов узнать о самом углеводе. Что он собой представляет? Лактоза — это полисахарид, состоящий из двух молекул, сцепленных между собой. Это глюкоза и галактоза. Лактоза входит в состав молока, это так называемый, который получил название «Лактоз». Потому что он входит в состав молока. И является основным поставщиком энергии в первые годы жизни для детей. По мере того, как формируется их кишечник, по мере того, как формируется его биоциноз, формируется его ферментная система, кишечник начинает воспринимать уже другие виды пищи, в том числе белковую и так далее, сложные какие-то углеводы. На первом этапе основным источником питания, основным источником энергии является вот эта лактоза, которая подвергается в кишечнике расщеплению. И, собственно, ну это полисахарид. Две молекулы, отдельно галактоза, отдельно глюкоза, которые являются поставщиками энергии уже непосредственно в клетку. Ну и вокруг этого все и крутится. В каких отраслях нашел применение этот фермент? Применяют в молочной промышленности. Применяют широко в кондитерской промышленности для придания вкуса, придания такой мягкости, вязкости кондитерским изделиям, кремам. Применяют в хлебопекарском производстве, в качестве рыхлителя, в качестве спушивателя, или как сказать, рыхлителя теста. Применяют в медицине, применяют в алкогольной промышленности для смягчения спиртных напитков, для смягчения той же водки и для снятия синдрома интоксикации. Применяют в фармацевтической промышленности, в медицине, поэтому спектр применения лактозы достаточно широк. На основе лактозы изготавливают лактозу, которую используют в качестве слабительных. Применяют также при изготовлении БАДЛ. То есть достаточно широко затребовано это химическое вещество, и мы с ним достаточно много и постоянно контактируем. Какова биологическая польза лактозы? Ну, как я уже говорил, является необходимым компонентом в питании, в детском питании, является основным поставщиком энергии, особенно на ранних этапах развития ребенка. Усиливает процессы выработки витаминов С, витаминов В. На фоне лактозы появляется субстратом для формирования, правильного, нормального формирования биоциноза кишечника. На фоне, на молекулах лактозы, контактируя с ней, развивается достаточное количество в правильных соотношениях. Это и ацидофильные палочки, или лактобактерии. То есть необходима эта флора, которая должна заселять наш кишечник. Без присутствия лактозы эта флора будет развиваться плохо, будут развиваться дисбактериозы, что, собственно говоря, не является хорошим состоянием. Наконец, лактоза оказывает положительное влияние на развитие центральной нервной системы. То есть, ну, это нормальное, адекватное питание, без которого, без энергии организм будет работать плохо. Собственно говоря, это основное назначение лактозы, и она его прекрасно выполняет при отсутствии каких-либо сбоев в организме. Помимо молока, в каких еще натуральных продуктах содержится лактоза? Именно в натуральных. Мы поняли, что если лактоза попадает в продукты искусственным путем, то это и хлебобулочные изделия. Значит, лактоза – это приогатива молока. То есть, все молоко, оно имеет лактозу. Все молочные продукты, сыры, сброженные, там, и все остальное, сваренные, они тоже имеют лактозу. То есть, лактозу мы можем найти в молочных продуктах, там она есть, там она присутствует, и поэтому, собственно говоря, если мы имеем лактозную недостаточность, непереносимость лактозы, обусловленную либо приобретенным, либо генетически детерминированную, то, как правило, люди плохо воспринимают все продукты молочные, не только само молоко. То есть, лактоза – это приогатива молока. В каких продуктах точно нет лактозы? Ну, это хороший вопрос, потому что, учитывая, что лактоза – это сахар, молочный сахар, да, комбинация, как мы уже говорили, глюкозы и галактозы, то лактозу точно мы не найдем в меде. Сладенький, но совсем другой набор сахаров. Лактозу мы точно не найдем во фруктах. Тоже сладенький, разной степени сладости, от приторно-сладких до кисло-сладких, но там мы не найдем лактозу. То есть, мы не найдем в картошке, в зерне, там уже крахмал, там совсем другой уровень углеводов, подвергается совсем другому ферментированию и все остальное. Кофе, чай, мы тоже там не найдем лактозу. Если только мы туда искусственно не всыпем. Собственно говоря, вот такое у нас отличие. То есть, лактоза — это исключительно молочный сахар, и в других сладких продуктах искать ее не нужно. А что можно сказать о лактазе? Потому что люди без медицинского образования часто путают эти понятия. Лактоза — это есть сахар, это углевод, это комбинация двух углеводов, глюкоза и галактоза. Лактоза — это есть уже белковое вещество, это сложное живое вещество, фермент, который работает при определенных условиях, при определенной заданности, PH среды там вокруг и так далее. То есть фермент, который расщепляет этот сахар, сложный, состоящий из двух молекул, разрывает их и, собственно говоря, обеспечивает поставку уже в чистом виде галактозы и в чистом виде глюкозы. Потому что в комбинации эта молекула, она сохраняет, ну достаточно долго сохраняется в молоке, она там находится, но она не усваивается в таком виде. А уже когда лактаза расщепила эту молекулу, то тогда уже идет дальше это движение этого сахара непосредственно через биологические мембраны, непосредственно в клетку, и уже идет там ее переработка глюкозы с целью выработки энергии. Плюс лактоза, давайте вспомним, что это молочный сахар, который находится в молоке. То есть вырабатывается в молочных железах. Лактоза. Лактаза это фермент, который вырабатывается клетками кишечника, энтероцитами, и обеспечивает утилизацию или переработку лактозы. То есть при разнице всего в одну букву, это два совершенно разных вещества и по структуре строения, и по своим функциям, и по своему, так сказать, поведению в организме. Субтитры создавал DimaTorzok